Добрый день, меня зовут Петр Криворовичко, я хирург, оперирую, собственно, проживаю операцию на молча-железе. И перед началом презентации я хотел бы поблагодарить Екатерину Бусько за возможность сделать свое сообщение. И давайте начнем нашу, скажем так, вечеринку. Итак, как данные инструкторных исследований влияют на выбор объема хирургического вмешательства? Что мне нужно от вас? У меня нет каких-то данных для того, чтобы раскрывать. Есть два положения панели экспертов Сент-Галлен. Во-первых, хвост пациента и биологический спутник опухоли не должен влиять на объем хирургического вмешательства. Второе утверждение. Риск локального рецидива зависит от качества оперативного вмешательства и системной терапии, но не от биологии опухоли. Это приводит нас к следующей современной догме. Большая операция не является лучшей операцией. Мастектомия сама по себе является всегда возможностью, но ее вряд ли можно рассматривать как опциональный сценарий для большинства наших современных пациентов. Если мы посмотрим на глобальные тренды в операциях на молочной железе, органно-сохраняющие операции являются ведущим типом вмешательств. Односторонняя мастектомия, ее частота снижается стабильно за последние десятилетия. И частота двусторонней мастектомии также выросла в США за счет достижения реконструктивных техник. И также в основном за счет того, что мы получаем высококачественные эстетические исходы. Благодаря результатам исследований доктора Кавала, которые были представлены на симпозиуме по РМЖ в Сан-Антонио в 2018 году, было сказано, что органно-сохраняющие операции на молочной железе обеспечивают лучшие результаты, больше удовлетворенности пациентов с лучшим результатом и лучшим психоэмоциональным статусом. Доктор Моро считал это исследование одним из наиболее влиятельных исследований в онкологии молочной железы в 2018 году. Для того, чтобы обеспечить лучшие результаты терапии и провести органно-сохраняющие лечение, каковы мы должны также использовать ведущие диагностические подходы. Давайте посмотрим на рекомендации AGO по комбинации различных диагностических. Они говорят о том, что только комбинация диагностических методов позволяет нам четко понять, получить ответ на вопрос локализации, размера и другие вопросы, связанные с опухолью. И, соответственно, радиологи могут точно описать размер опухоли, ее расположение, наличие дополнительных очагов и также состояние лимфатического русла. И даже небольшие изменения могут повлиять очень серьезное воздействие. То есть они позволяют хирургу не просто провести резекцию ткани, но скорее провести онкопластическое вмешательство, которое обеспечивает улучшение удовлетворенности пациенток и лучшие эстетические исходы. Второй проблемой является состояние комплекса соска и ореолы. Были проведены различные исследования для определения безопасного расстояния между опухолью и соском. Но нет каких-то универсальных рекомендаций. В любом случае, каждый хирург имеет свое представление, какими рекомендациями пользоваться. В моей практике я, как правильно, использую скринговую модель вовлеченности. Эта модель университета Джорджтаун. Размер ложи опухоли должен быть не более 3 см. Не должно быть клинических симптомов. Расстояние от опухоли до области комплекса должно быть более 20 мм. И, естественно, должны быть клинически отрицательные узлы. Когда у него возникают сомнения, МРТ, конечно, хороший вариант, но, тем не менее, даже при, соответственно, анализе замороженных срезов, мы во время операции получаем в 30% случаев ложно-отрицательные результаты. Если мы говорим о состоянии лимфатического русла и узлов, ультразвук, конечно, это международный стандарт, но он зависит от оператора и в 20% случаев дает ложно-отрицательные результаты. Суждение радиолога играет ключевую роль, поскольку оно определяет количество или объем мешательства в области подмышки. Если пациент считается положительным по узлу, то мы не можем провести биопсию сторожевого узла при проведении полного клиренса в подмышечной области. Мы сталкиваемся с сроком осложнений и снижением качества жизни. Итак, что же, конечно, можем сделать выводы. Нам нужно, во-первых, что мне нужно? Первичная оценка опухоли. Тип роста, размер, локализацию, ориентацию, поражение окружающих тканей, если возможно. Если применялась неодевантная системная терапия, то нужно, чтобы была проведена оценка, ответ на лечение. Далее нужно оценить состояние региональных лимфоузлов. Если была проведена неодевантная система терапии, нужно оценить ответ на терапию. В частности, оценить дифференцировку кортикомедулярного состояния узла. Далее поражение комплекса сосок орева. Здесь нужно оценить состояние до первичного узла. Когда мы оцениваем состояние лимфоузлов, мы однозначно полагаемся не только на данные УЗИ и пальпации. В моей практике я предпочитаю работать максимально безопасно, использовать технологию Аффект КТ. Это является стандартной процедурой у меня в отделении. Эта методика является высокоспецифичной и высокочувствительной. И также используется в оценке ответа на лечение. Первичная маркировка опухоли и пораженных лимфоузлов обеспечивает существенные преимущества и спокойный сон хирурга. Вам просто нужно быть уверенным, что вы удалили все пораженные ткани. Полный ответ всегда является лучшим возможным ответом на одевантную терапию. Но поскольку мы все-таки не можем отказаться от операции в таких условиях, нам требуется адекватная интероперационная навигация и тщательное адекватное планирование. Полный ответ у пациентов с большими молочными звезами, как правило, считается в достаточно непростой ситуации. Если вы не уверены в состоянии операции с точки зрения границ опухоли, приводит к тому, что вы будете постоянно нервничать и в ожидании результатов патомархологического исследования, ощущая себя как на рисунке. Клипирование опухоли дает вам чувство уверенности, что вы сделали свою работу адекватно. И, как вы видите, клип находится в середине удаленного сектора. И мы имеем хорошее расстояние от ложа опухоли к границам резекции. Возвращаясь к случаям полного ответа. Давайте представим себе плохой сценарий. Пациент без предыдущей молографии, с клиническим полным ответом и с непальпируемой опухолью после завершения надевантной терапии, где-то в другой клинике. И при этом вы не можете провести МРТ. Это идеальные условия идеального шторма. И в этих ужасных условиях 3D-реконструкция КТ грудной полости может быть полезной. Она, по крайней мере, позволит вам промаркировать приблизительную локализацию опухоли на коже. Еще один момент, который нужно знать до планирования операции в современных условиях. Это, соответственно, толщина кожи и подкожных жировой клетчатки. Сохранение кожи, зоны ареолы и соска при мастектомии встречается все чаще. Это включает операции с положением устройства в положении при ПЭК. И я считаю, что классификация Рокати очень полезна. По крайней мере, для меня. Вы знаете даже лучше, чем я, его чувствительность и специфичность. Однако, когда я вижу вот такую картинку, я могу быть готовым к неким кровавым моментам. И я благодарен за то, что я получил эти важные, скажем так, сведения. Что еще? Аутологичная реконструкция. Цель – это уменьшить частоту осложнений, настолько, насколько это возможно. Очень важным для этого является определение статуса сосудов в интересующей зоне. Многие пациенты обращаются к нам с таким запросом на аутологичную реконструкцию молочной железы после первичной операции, которая была проведена в других клиниках. Но, к сожалению, я не оракул и не могу сказать, были ли, скажем так, стали ли сохранены нужные нам сосуды. Котангиография является для меня наиболее оптимальным подходом для того, чтобы разобраться, какой лоскут я все-таки смогу использовать. Соответственно, это лоскут с перфораторами ткани грудной клетки. Это лоскут из латиссимус дорси. Есть большой кожный дефект, который является прямым показанием для использования ткани с лоскутом. Итак, лоскут диеп, 3D-реконструкция сосудов. Мы видим кожную проекцию и в итоге финальный результат. Итак, какие же можно сделать выводы? Что мне требуется для проведения реконструкции? Данное УЗИ с оценкой поражения или вовлечения окружающих тканей. Момография. Толщина подкожно-жировой клетчатки. Данное МРТ. Дополнечные фокусы. Данные по сосудистому скруток аппарату. В области соска и орелы проекция ложи опухоли на коже, если необходимо. И данные катионографии. В частности, данные по перфораторам с лоскутом и по проекции ложи опухоли. И особая благодарность моей команде.